Итак, найти и наказать виновных, такая задача поставлена президентом России после того, как стало окончательно ясно, крушение российского авиалайнера в Египте, это действительно дело рук террористов. Выводы экспертов, которые последние две недели изучали обломки самолета и найденные на месте катастрофы личные вещи погибших, огласили накануне, поздно вечером, в Кремле на совещании у Владимира Путина. Доклад представил глава ФСБ, рассказавший о бомбе на борту. «Приведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное отрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате чего произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт». «Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних, так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. «Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом». «Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерства обороны и Генеральный штаб представить соответствующее предложение. Я проверю, как идёт работа. Прошу Министерства иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнёрам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. Мы будем действовать в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций, предусматривающих право государств на самооборону. Все, кто попытаются оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах». Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе. Самолёт Кагалым-Авиа, напомню, потерпел крушение на Синайском полуострове 31 октября. Домой в Петербург из курортного египетского города Шарм-Лешейх возвращались 217 пассажиров. Все они, а также экипажи из 7 человек погибли. Продолжение следует...